приветствую дорогие подписчики это вторая часть моего видео как нарисовать иконку в стиле flat на прошлом уроке мы нарисовали вот такое вот письмо конверт сегодня покажу несколько небольших штрихов которые могут улучшить эту иконку добавить ей уникальности первое что здесь можно сделать это нажать правой кнопкой по кругу зайти в свойства эффектов выбрать inner shadow это внутренняя тень и здесь если сейчас мы сделаем размер 150 пикселей видите появился окантовка и сделаем дистанцию 150 пикселей появится эффект такой сферы шара но как видите это сильно темная часть здесь уже можно по желанию например сделать 30 процентов в итоге у нас получилась такая легкая тень обратите внимание угол наклона минус 45 градусов что еще можно сделать по идее можно добавить еще эффект к конверту для этого выбираем конверт опять в два раза щелкаем по слою и зайдем в градиент оверлой наложение градиента как видите здесь от черного к белому нам нужен вот такой градиент от цвета к прозрачности окей он у нас получается внизу вверх в целом белый цвет смотрится довольно таки неплохо разве что можно прозрачно сделать процентов 70 если вдруг у вас есть под иконкой фон определенного цвета можно добавить небольшое свечение например белый цвет поменять на светло-голубый получится как будто у нас конверт отсвечивается снизу таким светло-голубым цветом получается красиво далее по идее в конверте у нас темно то есть нужно тоже добавить градиент темный от низа кверху два раза щелкаем по слою выбираем градиент оверлой вот он заполняется полностью нам же нужен от цвета к прозрачности вот если мы белый цвет берем кажется как будто в тумане если сейчас вместо белого цвета взять черный и сделать прозрачность процентов 20 возможно 30 здесь уже смотрите на свой вкус 725 это будет казаться что содержимое конверта находится в небольшой тени в целом в данном этапе уже можно остановиться если вы хотите добавить еще уникальности можно сделать тень опять же полупрозрачной от темного к вот такому цвету фона опять нам поможет градиент оверлой здесь нам нужно два цвета первый цвет будет черный второй цвет будет наш цвет фона чтобы свет не выходил на рамки нам нужно сделать его немножко раньше чтобы он заканчивал свет вот здесь случайно нажал прозрачность направление как видите здесь вверх он же минус 45 градусов смотрим все таки здесь горнице виду опять заходим свойства тени гардиент и еще отодвигаем уже лучше кстати аналогично можно поступить и вот с этой тени нашего крона два раза заходим градиент оверлой выбираем от черного к цвету нашего фона выдвигаем процентов на 50 и не забываем про на правление минус 45 градусов здесь ноль минус 45 это вот так то было ок надо включить прозрачность после ее отключить вот такая иконка в итоге у нас получилось спасибо было внимание также можете посмотреть мой следующий урок это как нарисовать вот такой анимак компьютер силе флот всем успехов подписывайтесь на канал ставьте лайки спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! Продолжение следует...